Периодические теории. Пример известен. Это одна третья. Если делишь один на трое, то получаешь ноль целых и так далее. Это известнейшая вещь. Если выполнять деление... Минут девять, конечно. Единица. Опять подписывается. В общем, никогда не просите процесс. Вот сегодня давайте обсудим, почему же все так. И поймем, что это связано с довольно разными интересными задачками с теорией числа. Сначала вообще поймем, что такое периодические теории. Представьте себе, например, восемьсот семьдесят шесть целых, а дальше пойдет так. Один, два, четыре. Так, а потом, например, такое. Триста сорок два, триста сорок два, триста сорок два, триста сорок два и так далее. Вот это называется период. А все, что было до этого, называется пред период. Мы сегодня будем заниматься именно дробями такого рода. Это называется периодические теоретические дроби. Разумеется, кроме таких дробей есть еще и дроби примерно такого вида. Ноль целых и те же самые триста сорок два. Давайте называть такие дроби чисто периодическими. Вот это вот чисто периодическое дроби. Здесь есть предпериод, здесь предпериод. Оказывается, для всех чисто периодических дробей есть очень простой способ перевести эту дробь из десятичной в обохновенных. Способ следующий. Если обозначить величину этой дроби через х, то можно умножить на тысячу. Смотрите, что получится. Триста сорок две целых. Дальше пошло. Триста сорок два, триста сорок два, триста сорок два, триста сорок два. Надеюсь, все понимают, что никаких особенных чувств к числу триста сорок два у меня нет. Абсолютно случайно написаны цифры. И длина периода не обязательно должна быть длина. Так вот, это тысяча х. Соответственно, получаем равнение. Триста сорок два плюс х – это тысяча х. Триста сорок два – это девятьсот девяносто девять х. Разумеется, тут можно сократить на тройку, даже на девятку. Но это случайность. Это просто из-за того, что число триста сорок два делится на девять. А вообще, то, что я только что не делал, это очень важная штука. Если есть любое выражение вот такого рода, где некоторое число, как написано многократно, некоторое число а, и при этом длина n цифр, то ровно такое же выражение составляется так. Когда умножаешь у на 10 в степени n, то получаешь… Имеется в том, что это цифры выписаны подряд, да? Значит, 10 в степени n умножить на у – это и есть а плюс у. Значит, 10 в степени n минус 1 умножить на у – это а. И получили замечательную форму. Это число а, деленное на уменьшенную на единицу в степени десятки. И вот, господа, это первый шаг. Заметьте, он занял у нас совсем мало времени, но он очень важен. Я доказал, что любая чисто периодическая десятичная дробь… Это не цепная, простите, десятичная. Цепная у нас еще будет отдельное занятие по этому поводу. Любая чисто периодическая десятичная дробь имеет на самом деле следующее. В числителе, в самом деле, вот это число, а в знаменателе 10 в степени n минус 1. Ну вот, например, если у вас 3 3 3 3 и длина периода 1, то это 3 9, то есть 1 на 3, как здесь написано. Если у вас, давайте посмотрим, какая штука, 0 целых, дальше 0 0 4 1, 0 0 4 1, 0 0 4 1 и так далее. Смотрим, какая. 41 999. Почему? Потому что n будет равно 4. И надо будет делить на 10 в четвертой степени минус 1. Вот так записывается это число. Первое. Да, пожалуйста. Как же насчет дроби 0,9 в периоде? Как насчет дроби 0,9? Если вы ее представляете в идеале. У нас это 9 в четвертой степени. Да, 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 да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же это такое. Роль числа а выполняет девятка. n это единица. Значит, надо 9 разделить на 10 в первой минус 1. Это 9 девятых, то есть единица. Да, поясню. Действительно, 0,9 в периоде это строго то же самое число, что 1. Обратите, пожалуйста, внимание. Не приближенно равно. Не отличаются на очень маленькую величину. Иногда в этом месте говорят ерунду про бесконечно малое. Ничего, никаких бесконечно малых? Нет. Это просто разные способы записи одного и того же числа. Хочешь – пиши просто 1. Хочешь больше цифр написать – пиши 0,9999999. На самом деле, когда вы будете изучать нейронический анализ, то обнаружится, что в этом месте есть инфротехнические сложности. То есть часто на первых шагах изучения анализа вы должны будете говорить – рассмотрим бесконечно десятичную дробь, у которой нет 9 в периоде. Потому что, если возникает двусмысленная запись, то есть единица, после которой идет запятая и все-все-все 0, это то же самое, что 0, после которого идет запятая и все-все девятки. Это одно и то же число. Поэтому, если вы хотите сохранить однозначность записи, то вам нужно или запретить девятки в периоде писать и переходить тогда сразу к нулям в периоде, или запретить, наоборот, нули в периоде, девятки, или сделать еще как-нибудь, не важно это на самом деле как-то. Важно, что выбрать какую-то одну из точек зрения и не ошибаться, и все будет хорошо. Так, я считаю, что с этим уже можно закончить. Какие вот эти доказательства есть? А и 10. Что? Написано еще. Да, да, пожалуйста. Давайте двигаемся дальше. Мы только что сделали шаг от периодического десятичного пробеги к рациональному. То есть мы доказали, что любая периодическая и единичная дробь является рациональным числом. А на самом деле, если у нас имеется любое рациональное число, то его можно записать в виде периодической десятичной пробеги. Давайте возьмем какой-нибудь конкретный пример. Одну седьмую. Возьмем одну седьмую. Так, как это делить? Один делим на семь. Ноль целых. Это понятно. Возьмем по единице. Приписывать человек. Четыре. Двадцать восемь. Причитаем. Здесь будет двадцать. Двойка. Четырнадцать. Шестьдесят. Здесь будет восемь. Пятьдесят шесть. Сорок пять. Десять. Тридцать. Пятьдесят. 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 Пассивно. Сорок девять. Очень важный. Получилось опять единица. Получилось опять единица. Мы начали с того, что делили единицу на семь. И вернулись к тому же самому. Это означает, что... Это будет повторяться. Да, да. Что сейчас у меня прибежится ноль. Здесь будет единица. Семь. Там получится тройка. Будет четверка. То есть, господавцы. Одна седьмая это нуль целых. Есть вот такое обозначение удобное с круглыми скобками. Сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят... Что-что? Нет. Именно сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят семь в период. Оказывается, что вот так будет всегда. То есть, если вы берете любое акциональное число, то обязательно получится периодическая тройка. Правда, она не всегда будет чисто периодической. Давайте я возьму число одна четырнадцатая. И посмотрю, что у нас здесь будет. Единицу или у нас четырнадцать? Ноль целых. Десяток. Опять ноль целых. То есть, приписываю нолик. Сколько? По сколько здесь надо взять? Наверное. Один. Так. Шестьдесят. Пятьдесят. 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 80 Берем по 5 Минус 70 Это будет 10 100 По 7 берем По 7 Это будет 98 Вы абсолютно правы Опять пошло повторение Видите, забавная вещь Здесь у нас Период Это 714 12285 А 0? А 0 не входит в период 0 не входит в период Потому что потом у нас опять пойдет 714 285 Я же как раз о том и сказал Здесь Предпериод И очень легко понять Почему же здесь Обязательно должен быть предпериод Господа Здесь нечетное число И оно на 5 не делится Поэтому Я сразу могу сказать Когда обязательно Будет возникать предпериод Если наша дробь В данном случае Была 1,4 В знаменателе В знаменателе Было число Дерящееся над Ответ 1,4 Может быть представлено Следующим образом Надо написать 5 А в знаменателе 5 на 2 на 7 Объясняю, зачем я это сделал Это 5 седьмых Деленое на 10 Делять на 10 Это просто сдвинуть на одну цифру А 5 седьмых Это дробь Чисто периодическая Потому что 5 седьмых Получается умножением 1 седьмой На 5 Кстати, что значит Умножить 142857 На 5 А очень просто Смотрите 5 3 И 25 Это сколько? 8 3 Сейчас Что там у нас дальше будет? 3 Да Двойка Да Двойка И 40 Это будет 2 4 Туда переносится Все понимают Что происходит? Получится 714285 Между прочим Это в разных ребусах Я уже не буду вам Приводить Соответствующие Известные Комментарные задачки Это в разных ребусах Замечательно Выберывается Если Число 142857 Будешь умножать На единицу Двойку Тройку Четверку Пятерку И шестерку То будешь Получать Разные Циклические Сдвиги Этого числа Я могу Сразу сказать Что на единицу Умножаться Это понятно Неинтересно Да? На двойку Умножать Это будет так 2,8,5,7 Что там дальше 1,4 Если будешь на тройку Умножать Следующее По величине 428571 Будешь умножать на четверку Получишь 571,428 На пятерку Это вы только что сделали 714,285 На шесть Это будет 857,142 Понимаете Какая прелесть? Число При умножении На цифры От одной до шести Просто Что? А я хотела Спросить А дальше шести летом? А дальше шести Понимаете Когда вы его На семь умножите Давайте Смотрите 142,857 Умножьте На семь Умножьте Оно на одну цифру Умножится Да нет Оно ни на что не увеличится Смотрите 7,7 49 4,35 Опять 9 3,56 9 5,14 Опять 9 9 И 9 Получится 999 Мне это абсолютно не случайно В этом нет ничего Как вы говорили здесь крутого Потому что Ровно Эти свойства Обладают Все числа Взаимно простые С числом 10 Понятно Там единство Я сейчас Эту теорию Вам докажу И Это и будет Наш Примечательный Ход Мы поймем Почему Любая Рациональная Дробь То есть Отношение Двух целых чисел Двух Является Периодической Этистичной Дробь Дерей Если Число Н Не делится на Т Н Продолжение Правильно число Не делится на И Н Не делится на Число Н Прежде чем Доказывать теорему Объясню Объясню Почему Она Так Замечательна Смотрите Вот берем Рациональное число М разделить на Н Берем Теорему Что В теории Сказано Что Для Некоторого Натурального Р 10 Это Н Н На К А теперь Внимание Смотрите Что я напишу Я Здесь Напишу М К Это Основное Свойство Дробь Не меняется Когда Числитель Знаменатель На Что Ты М М К Если М К У нас Меньше Чем 10 То Все Уже Сделано У нас Получились Ноль целых Дальше идут Р цифры И в этом месте написано Число МК Потом идут еще Р цифры В этом месте написано МК Еще Р цифры И так далее До бесконечности Помните Вот эту форму Просто в качестве числа А Выступает число МК В качестве числа Н Выступает Число Р Отлично Если же МК У нас больше Или равно чем Р Ну так разделите с остатком То есть Выделите Столько раз Знаменатель Сколько можно Это даст нам Целую часть И Получится ответ Какая-то целая часть Запятая А потом пошел Чисто То есть Если Если Нам Дали Дровь У Который Числитель Не числитель Знаменатель У Который Знаменатель Не делится Ни на 2 Ни на 5 То Мы Видим Что Ну конечно У нее может быть Что-то до запятой Это в случае Если М Больше Равно Н Если Эта дробь Неправильная Если У нее числитель Больше Или Тогда Отлично Будет Что-то до запятой Но вообще После запятой Идет чисто Периодическая Последователь Это меня все понимают? Отлично Теперь Нужно доказать Если Повторяю Что движение теоремы такое Если Число Н Не делится На 2 И не делится На 5 То существует Такое Что 10 В степени Р Минус 1 Делится На число Н Хорошо Ее Доказывать Можно Разными Способами Вообще Эта теорема Это вариант Малой теоремы Терма Про нее Обязательно Тоже Надо будет С вами поговорить Но Сейчас Сейчас Я постараюсь Без всякой Малой теоремы Терма Просто Разобраться Конкретно С этим фактом Значит Господа Давайте Напишем Так Напишем Такие Числа Напишем Число 1 Поставим 4 Напишем Число 10 Поставим 5 Напишем Число 100 1000 И Татих Чисел Напишем Много Просто Очень Сколько Я потом объясню Это не так важно Важно Что их много Каждое Из этих Чисел Разделим С остатком На Н Пишем Каждое Из Чисел 1 10 10 В квадрате И так далее 10 В степени Н Разделим На Н С остатком То есть Просто Уголком Мы Можем Выполнить Процедуру Деления Каждый раз Будет получаться Какой-то Остаток Обратите внимание Остаток Это Число Расположенное На Тих Пределах Он Больше Или равен Нуля И Меньше Чем Н Случае Он Не Может Равняться Нулю Кроме Случае Когда Н Равно Единице Потому что Мы с Вами сказали Что Н Число Взаимно Простой Десяткой Но Но Это Меня На самом деле Очень мало Интересует А Интересует Меня То Что Что Чисел Много Их Больше Чем Возможных Остатков Это Действительно Важно Я написал У нас Здесь Н Число А Остаток Всего Н Штук Повторяю Что Это Н Что Некоторые Две Степени А Именно Десять В какой-то там степени И Десять В какой-то Чуть больше степени Дают Один И тот же Остаток При делении Один Остаток От деления На Н Как Это Можно Объяснить Если Напишут Что Десять С То Н Плюс Какой-то Остаток Не знаю Какой-то Остаток Омер Так Вот А Десять С С Плюс Р Это Тоже Сколько-то Там Н Альфа Омега Все целые числа Омега Тут не отрицательное число Остаток От 0 До Н Так Н Бета Плюс Тот же Самый Остаток Так Вот Мы сейчас Возьмем И из этого Райнести По члену Р Получится 10 в степени Р Минус 10 в степени С Это Н Умножить На Бета Минус Альфа По-другому Это Райнести Можно Так Переписать Если Вынесем 10 в степени Р Минус 1 Н Множить На Бета Минус Обратите Внимание Число Н Взаимно Просто С десяткой Это Значит Что Все Простые Множители Числа Н Обязательно Здесь 10 в степени Р Минус 1 Делится На Какие Простые Множители Н Они Не Могут Быть Здесь И Получилось Ровно То Что Конечно Вы Сразу Мне Скажете Что Это Доказательство Не Не Даю Для Каждого Числа Н Такое Число Р Я Не Указываю Я Только Говорю Что Оно Должно Быть Это Доказательство Существования Я Объяснил Что Поскольку Чисел Много То Обязательно Какие-то Два Дадут Один и тот же Остаток При делении На Н И Значит У меня Обязательно Должно Быть Раинство Такого Типа И Значит 10 Степень Р Минус 1 Должно Делиться На Н Повторяю То что я сейчас Сделал Обладает Очень важным Достатком Если Вы Скажете Какое-то Большое Число Н То Я Буду Вынужден Выписывать Огромное Количество Степеней Десятки Каждый Раз Делить На Н И Ждать Когда У меня Какой-то Остаток Повторится Это Доказательство Неконкультивное Его Можно Переделать В Доказательство Конкультивное Мы Это С Вами Обязательно Обязательно Сделаем Его Можно Переделать При помощи Так Назваемой Функции Рейн Но Давайте Я Сначала Скажу В Защиту На Этого Закода Господа Вообще Про Периодические Десятичные Дроби Впервые По-настоящему Серьезно Задумался Как Фредрик Гаус Это Великий Математик Девятнадцатого Века Ну Частично И Восемнадцатого Его Книжка По теории Чисел Великая Этичные Следования Вышла В 1801 году Так Вот Он Задумался Когда Школьник И Такой Замечательный Факт Он Взял Выписал Все Друг Вида Одна Первая Одна Вторая Одна Третья Одна Четвертая И Каждую Из них Записал В виде Периодической Десятичной Дроби Каждый раз Посчитал длину периода Заметьте Сейчас Это все Очень легко Собственно Жми кнопку На калькуляторе Еще лучше Напиши Программу Тебя сразу Компьютер Напишем Вот Тогда Это был Такой Маленький Кодик Но Понимаете Благодаря Такого Типа Отношению К работе Собственно говоря Гаусс Стал Гауссом Потому что Он Ко всему Относился Так И И Поэтому Он Смог Разобраться Настоящий Замечательный Прогресс В этой Умности Связан С ним А именно С его Теоремами О Существовании Первообразного Корня По простому Могу Значит Сейчас Я Все Стираю И Давайте Сделаем Так Давайте Возьмем Конкретный Числовой Пример Числовой Пример Конкретный Возьмем Дроби Сознаменателем 41 1 41 1 41 41 3 41 Я Не знаю Насколько У меня Хватит Терпения Дальше В идеале Конечно Было бы Выдержать Все 40 Примеров Но Боюсь Что У нас Терпение Нет Доската Выдержит Наш Терпение Давайте Поехали Делить Единицу Делим На 41 Ноль целых Здесь Будет Новое Явление Это Я не просто Так Берем 82 Здесь У нас будет 18 Так Пока Нормально Ноли Приписываем Пожалуйста За мной следите Потому что Вы прекрасно понимаете Что я это Наизусть не могу Помнить То есть Я понимаю Что если число большое Ну там Должно быть Новое явление В сравнении с тем Что у нас Раньше было Но Я не уверен Что я смогу Наизусть Что вы делите Так 123 Это Сумма с вами Будет 37 Ой 275 А сколько Девять 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 Ух ты Как интересно Здесь будет Единичка Здесь будет Ноль Так Два Надо написать Да Здесь будет Двойка Слушайте Как интересно Оказывается Что период Здесь состоит Всего из Пяти цифр И он такой Ноль Два Четыре Три Девять А вы Перепереводите Нет Это не Перепереводим Я говорю Смотрите Что значит Облично В данном Случае Так Понимаете В данном Случае Так Хорошо Двойку Делим На То же Самое Число 41 Интересно Справлюсь или нет Значит Так Ноль целых Ноль По пять Брать нельзя Придется Взять Опять Четверки 164 Здесь 36 360 Так По девять Брать нельзя Придется По восьмерки Минус 324 Здесь У нас Будет 3 Спасибо Везумеется Я же говорю Что за мной Надо следить Со мной Надо следить Обязательно Так Здесь Надо Взять Семенку Здесь Надо Взять Семенку 287 Так 33 Понимаете Вот Так 330 Потрясающе У нас Опять Период Получился Длины Какой Пять То Что Цифры Внутри Написаны Вот Эти Цифры Которые Внутри Они Так Поскольку здесь я взял По восемь По Так Вот Здесь Ноль И так далее Это Не имеет Никакого Отношения Но Можно В два раза Больше Конечно В два раза Больше Разумеется Я просто говорю Что никаких перестановок Не получается Вот так 48 78 Ну что там за пятой Разумеется Там за пятой нет Я просто волнуюсь Я просто волнуюсь Дайте Вы хорошую мысль Скажали Вместо того Чтобы стоять И делить Действительно Можно же было Взять и умножить Давайте Я это сделаю 2439 умножу на 3 Тем самым Я сэкономлю Ваш рейд 7 2 и 9 1 1 и 12 7 тысяч 7 тысяч 317 Смотри что это такое 0 целого 0 7 3 1 7 Так Что же У нас Получается Дроби 1 41 2 41 И так далее Они Имеют Период Одной и той же длины Длина Периода все время 5 5 То что Внутри Периода Ну В общем Что то непонятное Интересно А если Я возьму Скажем 13 41 1 2 1 4 2 4 4 4 5 2 4 5 5 1 7 1 7 7 Да Очень интересно Очень интересно Значит Вы утверждаете Что 13 41 Это 0 целых А Дальше 3 1 Так Да Еще Да В периоде лишнего Нет Никакого Никакого Нет Да А вот Сейчас я задам вопрос Заметьте В наших вычислениях ничего такого нет Господа А если я возьму и сделаю циклический сдвиг Здесь Здесь Так Ребята пожалуйста Не надо И Не побоюсь Даже Здесь А 0 Целых А Здесь Напишу 707 31 Это Что такое Это Или Здесь Напишу 0 Так Здесь Аккуратно Скажем Так 2 4 3 9 Это Что за дробь Что 10 Молодцы Конечно это 10 41 Конечно это 10 41 Потому что если вы представите себе как идет вот это бесконечности 0 2 4 3 9 0 2 4 3 9 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 8 7 9 9 9 1 9 1 1 2 1 1 1 2 2 2 надо было тоже умножить на 100 получилось бы такое равенство давайте я вот здесь между строк напишу 1340 век умножаем на сотню все сдвигается сюда получается 31 целое а дальше 707,31 707,31 и так далее так, 31 переношу сюда но стоит, конечно, выставку 31 на 41 это 41 и здесь надо написать 123 сложим 1271 как обычно 1271 из 1300 то получим замечательный ответ 29 очевидно, что рум такой же эффект работает всегда поэтому, если вам дают какую-то чисто периодическую дробь то прокручивая ее период вот так, как вы это делаете вы будете получать дроби с тем же самым знаменателем знаете, что еще тут важно? как устроен числитель числитель 29 получается из числителя 13 умножение на 100 и взятие остатка отделения на 41 я надеюсь, что вы запомнили а вот мы сейчас я вам про это не говорил помните, я говорил вам будем мы выписывать или не будем мы выписывать для числа 41 и вы сказали, что таких делей и слишком много встанет так вот, сейчас мы поняли другую технику господа оказывается, делать-то надо следующее берешь число 1 и умножаешь его на 10 здесь пишешь число 10 число 10 умножаешь на 10 понимаете, на что это означает? ты запитаешь сюда, переносишь период опять прокручивается получаешь 100 100 при делении на 41 сколько даст? я целый нам остаток ваш 41 41 умножить на 2 это 82 это 18 очень хорошо 18 умножаешь на 10 так, ребят, я сейчас не волнусь 180 та самая малая теорема получается одна из этих соображений то есть я взял конкретное число но идея, которая сейчас будет она общая и она нам даст ту самую общую теорему и так 180 надо поделиться остатком на 41 берем по 4 180 минус 164 16 16 16, очень хорошо так, теперь давайте 160 скажем 160 это нужно по 3 взять по 3 взять 41 умножить на 3 123 37 37 37 точно точно, да? 37 у нас получился вот такой цикл стрелочка умножение на 10 и взятие остатка по модулю 41 сейчас сейчас я беру число 2 100 и смотрите, что я сделаю я не обязан эти сложные выходы сейчас проводить по той простой причине что все числа у меня в 1 в 2 раза увеличится 2 здесь 20 здесь сколько будет? 30 36 32 32 и здесь, конечно, 74 но по модуле 41 74 это нет 74 минус 41 33 33 подальше так обстоит дело из 2 и теперь давайте возьмем тройку 3 30 так 3 на 18 54 минус 41 это 13 16 на 3 48 минус 41 это 7 что у нас там еще бывает? 70 потом 70 минус 41 это 29 и все значит, ребята, я все-таки не буду выписывать все цели, потому что я думаю, что я уже помню, что любое число от 1 до 40 надо умножать на 10 и вы таким образом получаете стрелочку если не забудете взять остаток отделения на 42 эта система стрелочек обладает следующим замечательным свойством в каждом числе от 1 до 40 начинается ровно одна стрелочка и важная вещь в каждое число входит ровно одна стрелочка почему? да потому что из разных чисел стрелочки ведут в разные вот представьте себе, если бы у вас в одну и ту же пришли бы стрелочки здесь было некоторое число x здесь число y здесь у нас 10x по модулю 41 то есть остаток отделения числа 10x а здесь 10y по модулю 41 остаток отделения 41 если бы они совпадали то 10x минус 10y делилось бы на 41 вынесли 10 и у нас получилось что 10 умножить на x минус y делится на 41 то есть разность чисел x и y делится на 41 отлично значит мы поняли что если число y я повторяю мы все еще действуем в условиях вот этой теории мы поняли что если число y не делится ни на 2 ни на 5 то есть займем на 50 то в таком случае все все остатки в такие вот циклы заключаются на самом деле это вполне правда на самом деле я сейчас сказал мне вполне правду по следующей причине что смотрите это для числа 41 вот так вот все замечательно у нас на самом деле не для любого числа n можно будет брать все подряд числа наверное обязательно нужно сейчас этот пример посмотреть мы возьмем в качестве числа n просто напросто число число 9 значит посмотрите в качестве нет очень интересно все циклы получаются длины 1 нет нет не надо брать 9 не надо брать 9 а давайте 45 а давайте возьмем в качестве числа n 49 и посмотрим интересно какие там будут циклы ведь там тоже должны же быть какие-то циклы но интересно они будут длинные они будут короткие предчувствия есть длинные 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 а на сколько длинных намного что ну хорошо длинные хорошо для семерки какой какой цикл для семерки а собственно мы его можем выписать 1 умножаешь на 10 берешь шестаток получается 3 3 умножаешь на 10 берешь шестаток получаешь что 30 со статком делишь на 7 получаешь 2 2 умножаешь на 10 20 делишь со статком на 7 получаешь 6 6 умножаешь на 10 60 минус 56 будет 4 40 минус 55 будет 5 и 1 и 1 вот он цикл это соответствует это соответствует такой формуле 10 в 6 степени минус 1 делится на 7 а вот интересно 10 в какой степени минус 1 будет делиться на 49 в 48 в 48 ровно этого ответа я от вас ожидал все предыдущее подводило вас к тому что наверное здесь будет 10 в 48 тут оказывается 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 все не так никаких 10 в 48 там оказывается у меня ситуация намного интереснее только я не знаю как это вам понятно объяснить потому что выписывать сейчас 10 в 48 как-то уж очень скучно слушайте а может быть на школу ходите можете какую-нибудь формулу полуку признаете давайте что давайте вспомним кто-нибудь из вас знает какую формулу x2 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 ы системы отлично а вот такую формулу x2 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 Это x-1 умножить на длинную предлинную скобку, которая называется геометрическая прогрессия. Но давайте напишу, например, для случая m равно 7. x в седьмой плюс 1, это есть x-1 умножить на x в шестой плюс x в пятый плюс x в четвертый в кубе в квадрате в первой степени и в первой степени. Так вот, оказывается, что мне нужна в точности эта формула для того, чтобы объяснить вам, что здесь не будет число 48. На самом деле, здесь будет число 42. Здесь будет 6 умноженное на 7. И для того, чтобы это сделать, мне нужна вот эта формула, куда вместо числа x я подставлю 10 в шестой степени. 10 в шестой степени, это, кстати, сколько? Миллион. Миллион. Так вот, давайте к этой напишем. Когда вместо x подставил 10 в шестой, то получилось 10 в 42 в минус 1. Это 10 в шестой минус 1 умножить на 10 в 36 плюс 10 в 30 в 24, так, какой еще? В 18-й, в 18-й, в 12-й, в 12-й, в 6-й, ну и, наконец, последняя минус 1. Да? Давайте смотреть, почему это выражение делится на 49. Ответ. Потому что первая скобка делится, давайте вспомним, 999 тысяч, 999, как известно, делится на 7. Мы сегодня даже вычисляли частное. Помните, там было 142 тысячи, 857, как известно, мы сегодня вычисляли частное, так что делится. Здесь осталось понять, а почему же вторая скобка делится на 7. Ответ. Потому что каждая из слагаемых дает остаток 1 при делении на 7. Господа, ведь в самом деле, а что такое 10 в шестой? 10 в шестой это единица плюс 999 тысяч, 999. Это число на 7 делится. Поэтому, если нас интересует остаток от деления числа 10 в шестой степени на 7, то мы можем четко сказать, этот остаток равен единице. То есть, по модуру 7, остаток от деления миллиона равен единице. А если вы сложите 1, 1, 1, 1, 1, 1 и 1, у вас получится 7. То есть, на 7 будет делиться. Значит, имеются вместо этих два партнера. Роль числа R, роль наименьшего возможного числа R для 7 играет число 6, а для 49 роль такого числа играет число 42. Вот сейчас мы с вами должны понять, что же это за число. Откуда оно вообще взялось? Почему там стоит не 48? Заметьте, Калли, кто примерно в вашем возрасте, когда этим занимался, его очень даже заинтересовала эта ситуация, что вы берете число, и вдруг у вас получается, вдруг у вас получается, что, собственно, не единичку надо почитать, а так, я сейчас, я сейчас просто смотрю, имеется в этой книжке табличка. Да, имеется. Имеется. Это часть таблицы, которая была сделана в Гауссу. Значит, здесь будет написано число P, а здесь будет написано L от P. Значит, что такое L от P? Это длина наименьшего периода дроби 1 ПТ. То есть, это наименьшее такое натуральное L, что здесь L от P минус 1 делится на P. Значит, господа, я сейчас эту табличку вашему вниманию просто представлю всю, потому что она интересная. Так, 13, это простые числа. На самом деле, конечно, имело бы смысл выписать и не для непростых, но не до этого сейчас. Так, L от P. 1, 6, 2, 6, 16, 18, 22. Так, для 29 это будет 28. Заметьте, довольно часто бывает так. Здесь 15. Так, еще остались поменять здесь несколько чисел. Для 41 это будет 5. Для 43 это будет 21. И для 47 это будет 46. Господа, разумеется, когда Гаусс посчитал эту табличку, я посчитал, у нее было до 1000, то у него сразу же возникла мысль. Довольно часто для простых чисел P, L от P это просто P минус 1. Видите, для 29, для 23, для 17, да, и для 7, вот, для 47. И он задал такой вопрос. Правда ли, что бесконечно много раз выполняется такое равенство? А вы пятерку пропустили. Где я пропустил пятерку? Ну, сколько? Я ее пропустил не случайно. Дорогой вопрос. С самого начала было сказано. У нас период. Число не делится на 2, не делится на 5. Так что пропустили совсем не случайно. Так вот, он задал вопрос. Бесконечно ли множество таких простых чисел P? По сей день ответы на этот вопрос не есть. Ну, то есть, конечно, есть мнение, что наверняка, наверняка должно быть так, что L от P равно P минус 1 бесконечно много раз. Вот. Однако, вот, достаточно оказалось не равным. А, я пропустил 37. Вот ведь недостаточно. Для 37 будет 3. Для 37, да, будет 3. А L от P? Что, что? А L от P? Что это такое? Это длина периода. Это наименьшее число E, для которого 10 в степени E L от P минус 1 делится, да. Так, все это, я бы, что я написал. Вот. Оказывается, оказывается, оказывается 10 в степени FI от N минус 1 делится на N. Соответственно, FI от N делится на L от N. Напоминаю, что такое L от N. если число N взаимно просто с десяткой, то есть N не делится ни на 2, ни на 5, то L от N это наименьшее такое L, что 10 в степени E минус 1 делится на N. Так вот, оказывается, что в качестве L от N годится некоторый делитель числа FI от N. Многие из вас спросят, а что такое FI от N? Легко. Хотя многие уже и знают определение. FI от N это количество чисел от 1 до N взаимно простых взаимно простых с числом FI от N это действительно замечательная, известная математика функция FI. Я по большому счету уже доказал на сегодня то есть все, что нужно для того, чтобы это объяснить, я уже сделал. Но поскольку я боюсь, что многие не поняли, то давайте я что-то в явном виде объясню, почему же все там. Значит, давайте объясню я это на примере, когда N равняется 49. Значит, смотрите, что мне нужно доказать? Доказать мне нужно такую вещь, что 10 в 42, так, на всякий случай, FI от 49 это, конечно, 42. по той простой причине, что когда вы выпишите все числа от 1 до 49, то среди них будут не взаимно простые с числом 49, только те, которые делятся на 7. То есть 7, 14, 21, само 49. Таких чисел 7 штук, значит, FI от 49 это, конечно, 42. Так вот, я сейчас должен доказать такое упреждение, что 10 в 42 степени дает остаток 1 отделение на 40. Разумеется, я сегодня уже доказал без всякой теоремы Эйлера, помните, там, Райнский использовал, но сейчас хочу с помощью рассуждения типа функции Эйлера это сделать. Доказывается так, но вернее, может по-разному, но один из самых понятных способов такой. Господа, представьте, пожалуйста, себе, что у нас выписаны все числа, так понятно, да? 41? Да, только не на 41, а на 48. Да. и домножьте каждое из них на 10. Что у меня не написано, что у меня? И это не случайно, не даром. Это не даром. Дело в том, что меня же интересуют числа взаимно простые семерки. Итак, смотрите, 10, 20, 30, 40, так, а вот здесь надо написать, знаете, что? Не 50, а 1. Дальше умножаем на 10, 60, это нам даст что? Это нам даст 11. Кстати, понятно, что здесь прибавляется 1, поэтому при умножении на 10 будет прибавляться 10. Значит, здесь будет 21, дальше 31. 31. Слушайте, мне интересно, 51, это будет остаток 2, да? что для восьмерки? Да, для восьмерки 31, спасибо. Здесь будет 41, здесь будет 51, спасибо, что поправили. 51, это уже 2. Так, здесь будет у нас, господа, 12, здесь будет дальше 22, 32. Мне важно следующее. Помните, у нас сегодня были стрелочки, да? Из числа умножаем на 10, по модулю 41 мы это делали, да? Число умножаем на 10, потом умножаем на 10, и так мы на пятом ушали 12. Так вот, здесь ровно та же самая история. я выписал все 42 числа от 1 до 49, и взаимно простые 149, и из каждого из них поставил эту самую стрелочку. Вот они, стрелочки, мне стоят. Я сегодня уже объяснял, что в этой строчке повторяться числа не могут, потому что если у меня 10х дает такой же остаток от деления на 49 как 10у, то их разность должна делиться на 49, а это значит, когда десятку на скобку выносят, что разность ху должна делиться на 49, ну, а это не бывает, поскольку мы взяли разные столбцы. таким образом, в нижней строчке выпишутся все числа от 1 до строка 5, ну, сон, я не буду доносить лекции, все числа те же самые, что в верхней строке, только переставлены. и я могу написать очень простую, очень простую штуку, что если перемножить числа в верхней строке, то это будет то же самое, что произведение чисел нижней строке. так давайте же это напишем. 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4, на 5, на 6, на 8, на 9, на 10, на 11, на 12, на 13, на 15, где-то не я, а вот как, 7 на 14 не бывает, и так далее, на 47, на 48, это то же самое, что когда умножаешь 10, на 20, на 30, на 40, на 1, на 11, на 31, на 41, на 2, 12, 22, и так далее. Так вот, а теперь внимание, чем отличаются эти числа от этих, тем, что каждый раз произошло умножение на сколько? На 10. На 10. Значит, если вот это произведение обозначить какой-нибудь буквой, не знаю, буквой D, то тогда D дает такой же остаток от деления на 49, что и 10 в 42 степень, умноженное на D. Осталось мелочь, перенести D слева направо, здесь получится 0, а здесь получится 10 в 42 минус 1, умноженное на D. Поскольку само D не делится ни на 7, ни на 49, тем более, то мы получили замечательную вещь, что вот эта скобка обязана делиться на 49. А это и есть вот это вот наше замечательное сравнение. 10 в 42 степени сравнимо с единицей по модулю в 43. Ровно та же доказывает антиорема в общей линии. Давайте я не буду расписывать это доказательство, однако быстрее, как у вас можно сказать. Значит, доказательство такое. Выписываем все остатки от 1 до n заименопростые из числов n. Каждое из них умножаем на число 10. Кстати, господа, число 10, оно здесь, разумеется, взято случайно. Это только потому, что у меня 10 пальцев. Ну, вернее, даже не у меня, а у многих, многих других людей тоже, да? Если не у всех, почему? Бывает меньше. Вот. Больше не бывает так вот, господа, Да. Настройка побывала, тем меньше, к сожалению. Так вот, господа, смотрите, человечество привыкло к десятичной системе счастления. Если бы мы были биологически устроены иначе, то, разумеется, у нас, как бы, было по 4 пальца, то, разумеется, для нас абсолютно естественной была бы пасмиричная система счастления. Понимаете, да? запросто природа могла бы так устроить, что у нас было бы 4 пальца. Но биологи вам скажут, что не могла, про Акостина что-то рассказывает, какая оттуда происходила и так далее. Я не о том. Я о том, что, с точки зрения математика, число 10 довольно случайное. Это только из-за количества пальцев на руках. Поэтому, разумеется, в общем виде теорема Эйгера звучит и так. В общем виде нужно здесь вместо десятки написать любое целое число. Если число N взаимно просто, правильно, число N, взаимно просто с некоторым целым числом А, то А в степени Феотелла минус 1 нацело делится на N. Вот такая замечательная теорема Эйгера, которую мы сейчас показали.